В последние дни в соцсетях распространяется видео и сообщение, дискредитирующее работу по борьбе с контрабандой Госкомитета нацбезопасности, в частности, Управление ГКНБ по Баткенской области. К примеру, 11 мая на КПП «Кольцо» во время прибытия депутатов Джигур-Кукиниша от партии «Бетон Кыргызстан» некий гражданин Ташматов Арслан обратился в адрес лидера указанной партии Мадумарова. Он пожаловался на сотрудников ГКНБ о том, что последний запропуск его грузов с КПП «Развилка» требует у него от 500 до 1000 долларов. Как рассказали, в ГКНБ указанный гражданин является братом Нургазы Ташматова, уроженца и жителя села Кулундули Лекского района, который является одним из крупных контрабандистов села. Так, по данным ГКНБ, в рамках зарегистрированного в ЕРПП дела по факту незаконного пересечения госграницы, связанной с контрабандной деятельностью, на приграничном участке Кургончоли Лекского района при попытке провоза контрабанды в виде ГСМ около 8 тонн дистоплива, были задержаны два автотранспортных средства марки «Хендай Старекс» госномер 03КГ772АБГ и А368ОС. Данные номера использовались в качестве так называемой подложки. При этом данные транспортные средства состоят на учете в Таджикистане, о чем свидетельствуют найденные в салонах таджикские госномера и страховки. Также при организации по пересечению контрабанды установлен факт незаконного вывоза природного газа на территорию Таджикистана. В частности, 14 сентября 2021 года вдоль автотрассы «Худжант-Арка» обнаружена автоцистерна для транспортировки жиженного газа с госномерами 06КГ431БП. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. Установлено, что владельцем вышеуказанных грузов является Ташматов Нургазы Абдуназарович, который также является одним из крупных контрабандистов села Колунду. «Характеризуется как хитрый двуличный, преследующий только материальную заинтересованность», отметили в ведомстве. По данным спецслужб, Ташматов имеет крупные долги перед таджикскими гражданами – контрабандистами, связанные с потерями таджикских транспортных средств ЭГСМ, которые были задержаны со стороны ГКНБ Кыргызстана. Вместе с тем, 15 октября прошлого года на участке САИ сотрудниками Баткенского УГКНБ в момент незаконного пересечения кыргызско-таджикской границы с целью проведения контрабандной деятельности была задержана грузовая автомашина ИСУЗУ ЕЛС-250 с госномером А1141Л, водителем которого являлся брат Ташматова Арслан, 82-го года рождения, который на момент задержания оказал сопротивление, а также угрожал, что соберет население села и сделает видеообращение в адрес руководства страны и не только. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. В настоящее время все вышеуказанные автотранспортные средства находятся на ответственном хранении на территории ПГЗ Кулунду и КПП Кайрагач автодорожный. Исходя из вышеперечисленного, братья Ташматовы преднамеренно пытаются дискредитировать органы ГКНБ Кыргызстана, в частности сотрудников Баткенского управления в связи с пресечением их контрабандной деятельности на территории нижней зоны Лелекского района, отметили в ГКНБ. В ведомстве также рассказали, что 25 марта прошлого года Нургазы Ташматов самоинициативно прибыл к зданию ГКНБ, где угрожал сотрудникам своим видеообращением высшему руководству ГКНБ Кыргызстана, военной прокуратурой о незаконном задержании, о необходимости лояльности контрабандной деятельности к местному населению и т.д. В заключении в ГКНБ сообщили, что Арслан Ташматов, который пожаловался депутатам о вымогательстве за пропуск его грузов, не смог указать или описать сотрудника, требующего у него деньги. При проведении беседы с ним конкретно не смог указать или описать сотрудника, требующего у него денежные средства, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия, сообщили в ведомстве.